Жестокое и позорное нападение. Байден и Макрон отреагировали на удар по Кременчугу. Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна понести ответственность за ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он выразил поддержку Украине. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на твиттер Байдена. Он отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины. Удар России по мирным жителям в торговом центре жесток. Мы солидарны с украинским народом, заявил он. Кроме того, Байден отметил, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается военно-промышленного комплекса Путина. Также он заверил, что G7 не позволит валютным резервам Центрального банка РФ, поддерживать больную экономику и лишит Путина ресурсов, необходимых для ведения войны, Байден добавил. Что можно было бы закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины, и цены на газ не влетели бы вверх. Но Америка поднялась над этим моментом и с гордостью поддерживает Украину. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в Твиттер назвал удар по Кременчугу позорным. Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге России – абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор. Написал он. В своем сообщении Макрон отметил, русский народ должен видеть правду и опубликовал видео последствий бомбардировки ТРЦ. Обстрел России торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду. Пик. Твиттер. Ком 7 Dror G. Эммануэль Макрон, собака Эммануэль Макрон. Юнь 27-2022, ранее, с совместным заявлением, выступили лидеры G7. Они заявили, что виновные, в том числе президент РФ Владимир Путин, понесут ответственность за нападение на мирных жителей в торговом центре. Глава МИД Франции Катрин Колонна осудила запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. Она завела, что за эти действия России придется отвечать. Глава МИД Латвии Эдгар Сринкевич призвал вести санкции против России и прекратить звонить по телефону в Кремль. Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ. Назвав россиян отмороженными. Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 16. Также известно о почти 60 раненых. Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.